приветствую дамы и господа сегодняшнее видео будет о таком камне под названием allundum oilstone это я так понимаю один из один из первых синтетических камней который начал производить норта на основе оксида алюминия в то время производился камень индия но он был на натуральном зерне которые везли сам был корун натуральный который везли из индии за что он получил свое название камень предназначен для ножей стамесок ну и других режущих инструментов немножко описание о компании и так далее значит камень размерами 6 на полтора дюйма 150 на 40 представляет собой комбинашку скомбинированный из двух этих самых и я специально взял таких же то есть это ib6 таких же годов выпуска это 30-е годы саму индию я так понимаю что на тот момент у нортона было зерно как натуральное так и синтетическое им надо было как-то камни разделять поэтому они назвали одно собственно продолжали называть индия второе решили попробовать пойдет не пойдет назвать алюндумом потом натуральное зерно ушло как бы отошло в историю и они просто начали делать индию на искусственном зерне алюндум как таковой перестал свое существование значит на файновской стороне комбинированный камень на файновской стороне красивая такая надпись нортон также твердая очень связка те кто вообще увлекаются заточкой там абразивами знают что алюндум это на сегодняшний день часто так называют алюмокерамику вот здесь также как и в индии очень твердая связка фактически неизнашиваемый камень но в отличие от индии ну и это индия опять же первых выпусков то есть вот комбинашка корсфайн и это комбинашка еще штатовская индия но восьмидесятых годов у корсовской стороне вы можете увидеть разницу в цвете то есть натуральный цвет натуральный натуральные натуральное зерно оно было вот такое вот сереневатое вот ну и вот это зерно оно как-то более пооднороднее ну и оно такое более блеклое вот продолжим здесь очень интересная комбинация то есть сторона ну вот это файновская она похожа на файн индию давайте буду ближе показывать и будем надеяться что у меня поймает камера что вот вы видите они в общем-то по зерну они вот схожи своей структуре а сторона корсовская она интереснее почему потому что многие заточники корсовской стороны фактически не используют для них зерно слишком грубое они предпочитают взять медиум индию дальше перейти на какую-нибудь вошиту или софт арканзас вот и часто говорили вот была бы индия медиум и файн сторона ну собственно вот здесь у корсовской стороне вы можете увидеть что она мельче она гораздо мельче чем стандартная корсовский ну стандартная корсовское зерно вот я еще возьму новодельный корс покажу вам с винтажным что они в принципе по самому зерну они вот они одинаковые просто отличаются по цвету я так понимаю по самому зерну здесь они вот отличаются в меньшую сторону ну давайте снова снова дельным корсом вот это что-то получается грубая сторона этого люндума это что-то наподобие медиум индии но все же чуть-чуть она вроде как грубее чем медиум и чуть-чуть буквально как раз того чего не хватает тем кому опять же кто бы хотел бы что-то что-то чуть-чуть грубее чем медиум и медиум вот поэтому для заточников камень достаточно будет интересно именно своей комбинации зернистостей размер опять же вполне себе рабочий единственное что вот эта гравировка но опять же этого участка работы этого участка для любого скажем более или менее опытного заточника они знают что во первых такого участка достаточно во вторых и больше не всегда хорошо по той простой причине что есть проблематика ровнять там есть определенные проблематики потому что бывают какие-то отклонения в геометрии и так далее в общем и целом вот такой вот камень показал как бы раннего нортона и попытки бы это одни одни из первых попыток их сделать их синтетическое зерно я так понимаю они в общем-то уменьшались успехом и потом они просто на уже этом зерне делали индии вот да кстати по поводу индии довел индию тоже будет собственно есть это и бешестая винтажная индия здесь даже по идее есть какие-то остатки маркировки но тут точная сторона fine видно не вот сами же плоскости естественно сделал фаски поснимал все так это все дело выглядит вроде как вполне себе благородно все всем спасибо за внимание все еще готовлюсь к песчаникам но тут с кондачка их не покажешь у них надо бы поговорить поэтому соберусь с мыслями покажу всем спасибо за внимание пока пока пока